Знаете, не случайно я на прошлом собрании говорил, что вот, наверное, самое главное переживание от посещения Свенцена, это было вот ужасающее ощущение, когда думаешь, вот где же грань злодеяния человека, вот грань, ради которой люди уже не перейдут, вот есть ли эта грань, есть ли вот то дно, ниже которого нет, или это дно можно пробить, и это дно можно пробить, где там дно, да? Аушвиц, он показывает, что дна человеческой жестокости, злобы не существует, там черная страшная бездна, которая готова просто расширяться и поглощать души, поглощать сердца, и ужас в том, что это не приходит, не падает на нас с неба, вот так бах, упал, и Аушвиц, концлагерь, вот здрасте, пожалуйста, да? А он как будто идет издалека, идет маленькими шажками, маленькими шажками, и побуждает нас, ну, подыграй немножко, ну, чуть-чуть, ну, это неправильно, конечно, ну, не критично же, ну, что, ну, ерунда же, да, ну, нельзя, вот там, например, там, евреям что-то там покупать, или нельзя им на этой скамеечке сидеть, ну, не сошел же свет клином на этой скамеечке. Ну, это же нехорошо, люди имеют право сидеть на любом месте, ну, может быть, нехорошо, ну, ну, а что делать? Ну, вот так вот, ну, потерпи, да? И ты такой, ну, ладно, да? И как бы, и постепенно тебе словно вот дают эту масочку, да? И ты начинаешь ее на себя примерять понемножечку, да? Ну, вот чуть-чуть, вот так, одним глазочком я, так-то я настоящий, ну, чуть-чуть вот так, ну, сделаю вид, что, ну, что, не заметил, как бы, да? А потом больше в этом бассейне нельзя купаться, а потом больше там нельзя в этом магазине отовариваться, а потом вообще нельзя там заниматься торговлей, и вообще не иметь права жить среди людей, они должны в гетто их всех свозить туда, вот. Мы гуляли с супругой по этим говардам современным, да? Берлин, Варшава, такие города, люди там, жизнь кипит. И ты думаешь, менее ста лет назад, вот в этим, вот здесь было варшавское гетто, вот. Меня Диана все время пыталась какие-то музеи повезти, говорит, давай какие-нибудь картины красивые посмотрим. Я говорю, если я и хочу в музей, то только либо на фабрику Шиндлера, либо вот куда-то в варшавское гетто. Почему? Потому что это так, вот как-то ощущается такое, как будто время такое, Бог говорит к нам через историю, чтобы чему-то научить. Мы, правда, это не хотим слышать, но, я думаю, какие ужасы, они происходили вот в этих городах, вот. Не с этими людьми, но с их дедами, с их прадедами, которые тоже какие-то были, ну, что они были ужаснее, хуже намного. Но как-то их привели к такому состоянию, да? А уж семенит маленькими шажками, да, постепенно, постепенно. И точно так же, как вот принуждают нас быть лицемерами, принуждают нас играть в определенные игры. Они подталкивают, 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 подталкивают. И ты всегда находишь оправдание. Ну, это же так, ну, это же так, ну, я человек маленький, ну, а что делать? Ну, а-а-а-а-а. И в конце концов, людей, которые хотят держаться правды, превращают вот в этих актеров, да, когда у нас раздвоенная жизнь у таких людей, когда раздвоенные мысли, раздвоенные вот эти все переживания. Ты как будто сам перестаешь уважать сам себя даже за то, что ты ненастоящий, за то, что ты вот-вот испугался, ну, может, ты трусоват или еще что-то такое. И вот это идет как будто процесс внутреннего, внутреннего разрушения человека и человеческой личности. Ну, дорогие, вы знаете, вот, когда мы говорим вообще о духовной жизни, сила Евангелия в том, что Евангелие никогда не бывает неуместным. Оно уместно и на свадьбах, и на похоронах. Оно уместно и когда радостное время, и когда тяжелое время. Оно уместно и когда победы, и когда поражения. И вот Слово Божье, оно обращается к нам, и Слово Божье, оно говорит к нам, да, вот не просто там, когда все хорошо, когда мы дождемся прекрасные времена, все будет хорошо там, да. Сегодня непростое время. Сегодня тяжелейшее время. Сегодня сложнейшее время, да, для каждого из нас. И все мы проходим через эти трудности, все мы с вами проходим через эти испытания. И то, о чем я молюсь, я думаю, не только я один молюсь, чтобы Бог давал мудрость. Потому что у людей всегда есть для нас какие-то рецепты. Один говорит, нужно так делать, другой говорит, нужно так делать. Один говорит, вообще сиди, не высовывайся, другой говорит, что-то ты мало высовываешься, высовывайся больше. Вот всегда у людей есть куча мнений своих и советов, и они всегда знают, вот про себя мало знают, а про тебя все знают. Как тебе надо поступать, они все знают. Опять-таки, дорогие, не делайтесь рабами человеков, да? Не пытайтесь угодить там какому-то человеку или какому-то мнению. Кесарь пусть получает кесарева, а Бог получает Божье. Вот в эти сложные времена, в эти перипетии, когда аушвиццы бывают, семенят маленькими своими ножками, очень важно, дорогие, вот осознавать, вот Божье в твоей жизни принадлежит Господу. И духовный поиск, духовное руководство как никогда важны в эти непростые, в эти сложные времена. И я еще раз говорю, что подходит для одной жизни и для одной ситуации, может быть, совершенно не подходит для другой ситуации. Поэтому мы имеем и Слово Божье, мы имеем Священное Писание, и мы с вами имеем Духа Святого. Духа Святого, Который Он должен направлять нас и руководить, ибо все водимы Духом Божьим, суть цены Божьей. И знаете, что за этим стоит ваша жизнь, за этим стоит ваша вечность, за этим стоит ваша душа, чтобы на самом деле, дорогие, мы были мудры и благословлены Господом в эти сложные, непростые времена. Делать то, к чему нас Господь призывает, и делать так, как Бог этого желает, как Бог этого хочет. Спасибо.